И снова всем привет, дорогие друзья! И добро пожаловать в Overwatch, закрытое бета-тестирование. Ну и я решил рассказать вам о своих впечатлениях о новой части беты, ребята. Что же мы имеем, ребята? Мы имеем переработанную Overwatch. Я докачался до 10 уровня для того, чтобы получить побольше контейнеров и провести вместе с вами, друзья, открытие кейсов в Overwatch, ребята. Мы проводим очень много открытий кейсов в CSGO, ну и я решил, почему бы не поднакопить эти контейнеры, которые даются каждый уровень, и не получить, соответственно, какие-то плюшки, ребята. Поехали, давайте пооткрываем контейнеры в Overwatch. С этого начнем, ребята. Потом я расскажу о балансе и поиграю немножко за разные классы. Поехали. Первый контейнер, ребята. И что же нам выпадает в этом первом контейнере? Ух ты, скин! Лучший... А, это лучший момент матча, господи, я думал, скин так граффити. Граффити, ребята, на Т рисуется на стеночку. Давайте мы вот это возьмем, это очень крутое граффити, его мы оставим. Реплика для симметры, давайте осмотрим, что это. Ну, что? Как можно жить в таком хаосе? Как можно жить в таком хаосе? Да легко, блин. Так, граффити такое, нет, такое мне не нравится. И, соответственно, лучший момент матча, посмотрите, для жнеца. Тебе звездес, бомж! Говорит жнец, ребята. Ладно, хорошо. Поехали дальше открывать, ребята. Второй пак пошел у нас. У нас пошел второй пак. И здесь нам выпадает... Ммм, значок. Ух ты, значок. Давайте выберем вот этот значок. Он круче, ребята, чем мой тот иньянь. Граффити, значит, ковбойское. Облик и еще одно граффити. Очень много... Облик, вот это скин, ребята. Облик воздух. Ребята, скинчик выпал для зиньядки, посмотрите. Черненький такой красивенький. Хорошо. Давайте дальше, ребята, крыть. Вскрываем паки. И 50 монет, смотрите, нам далось. А вот где монетки брать, кстати, кто задавал вопрос. Граффити такое, получается. Реплика у нас для бастиона. Говорит он, да, видимо. Вот она, валюта, ребята, про которую я с вами говорил, что как она зарабатывается. Она из сундучков тоже падает. И вот такое вот граффити. Не, ну такое граффити мне не нравится. Фордж Дюнвард. Хорошо. Давайте дальше, ребята, давайте дальше смотреть. Здесь нам выпадает... А еще одно граффити. Сколько граффити падает, ребята? Ой, два значка. Это круто. Значок Торбьерна. Давайте такой поставим значок, черт подери. Столько разного. Хорошо, реплика Торбьерна. Приходится брать все в свои руки. Пускай будет, пускай стоит. Поехали дальше, ребята. Интересно, интересно. Я специально оставил много контейнеров. И это классно так вот посмотреть. Так. Граффити, граффити. Вот этот значок крутой. Вот этот значок мне нравится, ребята. Пали мои враги. Хотел бы я конечува, конечно, реплику. Классно тоже, тоже классно. Мне понравился значок здесь реально. А здесь у нас выпадает последний контейнер, который у нас есть с вами. Это что, граффити такое? Офигеть. 25 миллионов. Запуджа реплика. Только вслушайтесь. Ну, пускай будет такая. Форма и функциональность. Хорошо. Реплика. А здесь? Я швед. Я швед. Да, давайте возьмем вот это. Хорошо. Что мы имеем с вами? Мы, ребята, открыли с вами 6 контейнеров. Получили хороший значок. И что мы еще можем сделать? Теперь у нас показано, что у нас появляется. И, соответственно, на эти вот денюжки, на эти денюжки, на эти копейки, мы можем с вами что-то приобрести. Мы можем купить либо реплику, либо облик, либо позуль и так далее. Вот здесь 75 монет. Видите, очень дорого стоит. А вот реплики довольно дешевые, ребята. Я тебя до этого не убивал. Я тебя до этого не убивал. Сука. Здесь можно что-нибудь купить. Ладно, потом подумаю, куда это можно потратить. Крутяк, крутяк, крутяк. Жалко, что облики. Ну-ка, сколько? Да, облики там, по-моему, да. 75. 75, ребята, минимальный облик у нас стоит. Ну-ка, а для Хэнзу, по-моему, у нас крутая реплика, которая мне нравится. А ничего, 75 стоит, ребята. Поэтому я пока эти монетки никуда тратить не буду. Ну, а сегодня, друзья, мы поиграем с вами балансные каточки. Поиграем за разных классов. За разные классы. Поиграем за Солдата 76. Поиграем за что-то другое. Я покажу вам Солдата 76, которым, в принципе, довольно интересно играть новичку. Он довольно обычный. На Shift ты бегаешь, на E ты ставишь себе лечилку. На правую кнопку мыши у тебя АУЕ Дэмэдж. Ну, это нормально, да, бомжиков крошить? То есть АУЕ Дэмэдж всегда должен быть в руках нормального пацана. Но, тем не менее, нас интересует не АУЕ Дэмэдж в руках нормального пацана, а вообще, в принципе, игра. Что мы имеем, ребята? Мы имеем очень много видео на канале по Overwatch. Я не буду больше снимать разные видео по Overwatch. Я сделаю вот это заключение по закрытой бете. Может быть, еще когда-нибудь какую-нибудь каточку сыграю. Потому что это не имеет смысла. Никаких абсолютно изменений в геймплее я не увидел. То есть, есть ребаланс общий. Да, там у фары ракета стала дамажить сильнее. Там у того по-другому то-то и так далее. Смысла не имеет снимать, в принципе, Overwatch сейчас. Потому что релиз у нас обещает быть летом. Кстати, предзаказ доступен. 1900 рублей стоит предзаказ. 2000 с чем-то стоит более дорогая копия игры. Соответственно, игра не будет бесплатной. И эта компания Blizzard, у нее есть свой сервис Battle.net. Это не Steam. Поэтому в Steam искать игру не нужно. Сейчас я поиграю вот за солдата 76. Покажу вам, что это такое и с чем его едят. Очень важно, что в игре игра является абсолютно командной. И пик, то есть сетап игроков за команду, это, в принципе, путь к победе. И их кооперация. Вот сейчас у нас мало защитников, нет снайпера и нет танка. Это означает, что, в принципе, пик у нас рандомный и не очень хороший. Но у нас есть зато 31 уровня симметра. Нихера себе кто-то вкачался. И браки какой-то 29 уровня. Соответственно, это опытные игроки, которые должны показать нам игру. Но хрен нас два, ребята. Очень много раков 20 и выше левела. Поэтому смотреть на левелы в игре, в принципе, не стоит. Очень много, очень много проблемных игроков и очень много проблемных сетапов. Но мы с вами сегодня рассматриваем не сетапы. Мы с вами сегодня рассматриваем как раз, как вообще, что будет у нас выглядеть за солдата. Что это такое. Еще раз, на шифт мы бегаем. На ежечку, ребята. Мы, соответственно, хилимся. Правой кнопкой мыши мы даем АУЕ дэмэдж, который может продамажить нас тоже. Интересный класс для новичка. Потому что здесь все зависит от твоей стрельбы. От аимчика. Как ты прожимаешь. То есть, и как ты вообще умеешь владеть, грубо говоря, истинным стрелком. Также я, возможно, поиграю за турбьерна сейчас и так далее. Переберем с вами класс и будем работать в зависимости от ситуации. Такая каточка у нас будет. А так, в принципе, да. Ждем релиза. Ждем релиза. Надо будет посмотреть, что там. Да как. Пойду, скорее всего, слева-справа. Даю АУЕшку, отхожу назад. Смотрю на прострельщик. Вижу Дзиньятку. Дзиньятку лучше прокосать издалека. Она повесила на меня, ребята. Дебаф. Дзиньят умеет вешать дебаф. Так, здесь у нас пошла стена. Девочка пошла. Ага. Отхожу, отхожу, отхожу. Прохиль, прохиль меня. Ёпта. Фара сейчас очень сильно дамажит, ребята. Фара это имба какая-то. Так, там у нас женец пошел, ребята. Заходят в комнату. Смотрим отсюда. Вражеский солдат. Пытаюсь забрать. Хорошо. Минус солдат. Дива, дива, дива. Девочка, девочка сидит в роботе, ребята. И пытается зарядить по нам. Отходим немножко назад. Но нас все-таки забирает. Забирает очень бешеный боец. А, я думал, блин, это фара нас забрала, ребята. Нет, у нас забрал все-таки Хэнзу. Посмотрите, на опережение стрельнул. Молодец. И у нас уже забирается точка. Не понимаю, в чем дело. Почему враг дошел до точки. Но, тем не менее, попробуем сейчас забежать и продавить эту точку. Суки, блин. Суки, гады. На тебе. По солдату дал. Там фарочка. По солдату, по солдату. Солдата закрепил. Даю ешечку. На поинте, пацаны. Там жнет. Прокидываю жнеца. Минус три, ребята, делаю. Еще заходит вражеский Хэнзу. Даем АУЕ. Там девочка вышла из робота. Хорошо, хорошо, держимся. Еще минус цель. Отлично, отлично. Отыгрываю, ребята. Еще Хэнзу забираем. Серия из пяти убийств. Вот это да. Кто это видел, ребята? Лайка достойно. Заходим наверх и смотрим. Еще. Ульта у солдата. Я, кстати, уже описывал солдату. Ульта у солдата. Это Аймбот встроенный. Смотрите, как работает. Выходишь вот сюда. И ты не можешь промахнуться. То есть ты не можешь абсолютно промахнуться. Вот мы забрали жнеца с вами, как будто его и не было. И, соответственно, так можно мультитаргетинги делать и убивать всех, кого ты хочешь. Там вон Хэнзу неплохо так подыгрывает, ребята. А мы перекрываем вот эту линию. Ой-ой-ой-ой. Как по имбальнику я получил-то, а? От Хэнзу. Вы видели, да, ребята? Очень сильно, очень сильно дамажат. Там вражеский солдатик, ребята. Даем АУЕ. АУЕ не прошло. Так, забрали там пацанов? Забрали пацанов? Не? Дива здесь. Фарочку забрали сверху. Отходим назад. Полечите меня. Полечи меня, пожалуйста. Не броню мне, дай ахилочку. Вражеский солдат, ребята, забирается по ступенькам. Сейчас будем его перекрывать. Вот отсюда заходим. Вот здесь солдат вражеский. Прохилился, сука, а? Пытается уйти, но я его забираю в жопу, ребята. Видели? Патрон прям в жопу влетел. Прям в дырочку. Так, вот сюда вот. Хорошо, давай, накидываем, накидываем. Там дзиньятка. Спрыгиваем вниз. Даем хилочку, спокойно. Спокойно, маленький. Ага, сука. А я вот так умею. Эй-эй-эй, куда ушла? Куда ушел? У меня урон. Сейчас девочка вылезет из танка. Сзади, сзади, сзади же. Сзади же, фара. Серию из восьми убийств прервали. Я топ-1 по убийствам, смертельных ударам и убийствам у объектов. Также у меня... Нифига себе нормально, как, ребята, золотых медалей мы с вами нафармили здесь. Так, симметра, я вижу, поставила телепорт, что не может не радовать. Пошла ульта от Дивы, которая разрывает в радиусе. Выходим вот так. Даем Хэнзу. И забираем солдата и всех остальных. Забираем девочку. Где еще один? Вон ты, сука, где. Да, конечно, заберешь ты объект. Даем хилочку, хорошо. Хорошо, там у нас ковбой. Это уже, кстати, серьезные игры, ребята, как вы видите, да? Здесь уже игроки не лошки какие-то. То есть здесь все серьезно рубят, ребята. Знают свое дело, как говорится. Я продолжаю держать топ-1 по всем позициям. И отбиваться от противника, сучка. Где сучка там? Ага, вижу. Выходим вот сюда. На солдата лучше так не выходить. Там пацаны под прикрытием. Здесь дают шарик. Ага, ага, ага. Танка взяли, посмотрите. Понимают, что не могут продавить, ребята. Пытаемся прокинуть дальше. Хорошо. 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 В танк, в танк отыгрываем в щит. И мы, чтобы щит сбить как можно быстрее. Даю вот так. Даю вот так вот. Хорошо. Ниндзю взяли, Гензи, я вижу. Тихо, спокойно. Ой-ой-ой-ой. Сбивает, ребята. Но не смог пригвоздить меня, к сожалению. Но убивают, ребята. Тут же идет воскрешение. О, господи. О, господи. Они заходят на поинт. Сука, 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 сука. Что бы сделать? Что бы сделать? Что бы красиво им не дать этого сделать? Ёпта, бля. Что там у нас? Поинт захватывается, не? У нас, благо, телепорт здесь стоит. Где? Рядом? Рядом. Прямо над точкой, ребята. Не смогут вражеская команда ничего сделать, ребята. Абсолютно. Все, а эти бомжики втащены. Втащены бомжики. Опа. Даем ульту. Под конец. О-о-о-о-о. Да. И это победа. Сейчас еще дожмем. Еще и танка дожали. На тебе, бомж. Неплохо. Неплохо, ребята. Как вам, солдат? Джи-джи. Эх, лучшего момента мы с вами не получили. Но пацан какой-то получил. Хм. А, это еще тот момент, где он меня еще забрал. Вот он меня забрал. Потом еще по кому-то прошелся. А-а-а, я ауешкой. Ауешной стрелой. Что это за лучший момент матча? Абсолютное говно какое-то. Убийство объектов. Ой-ой-ой, как мне нравится. Себе лайк поставить? Не, себе не буду. Давайте посмотрим. Игроков использовалось телепортом. Вот телепорт это прекрасно. Да, давайте залайкаем. Вязай, ребята. А вы не забывайте поставить лайк. Ребята, спасибо вам огромное, кто забыл. Посмотрите, сколько игроков телепортировалось. Это очень круто. Она вовремя симметра тащит. Но мы получаем абсолютно... А-а-а. Не все золотые медали, к сожалению, ребята. Но, тем не менее. Кстати, за золотые медали дают больше опыта. Сейчас я покажу вам, ребята, Торбьерна. Хочу показать вам Торбьерна. Что такое Торбьерн с его турелями. И, соответственно, попробовать защитить поинт. Если мы, конечно, будем в атаке, ребята, придется в атаке этим заниматься. Кстати, Торбьерна лучше не использовать в атаке. Это инженер, который ставит турели. И в атаке он является абсолютно немобильным. Так как вражеская команда, которая находится в обороне, может, в принципе, продавить. Как Торбьерна, так и его друзей и так далее. То есть, это довольно сложно играть за Торбьерна, в принципе. Вот. А в обороне Торбьерн, конечно, тащит. Я вам покажу, ребята, если получится показать, как может защищать одна турель абсолютно все. Это очень круто. Так, у нас начинается матч, ребята, Ханамура. Очень многие ребята, кстати, просили посмотреть Торбьерна. Ну, почему-то, не знаю. Ну, наверное, многие ребята просто не видели плейлистов. Потому что у нас в плейлисте, ребята, очень много видео по Overwatch. Опять же, ничего практически не изменилось, кроме небольших... Мы проиграли. Как вы видите, у нас Дропикс, Талим, Винд и... Окей. Окей, ёпта, бля. Чё, имбу покажем? Ладно. Мы в атаке, кстати говоря. Поэтому Торбьерн в атаке, ребята, не сыграет. Давайте я чё-нибудь другое, ребята, возьму в атаке. Жнеца. Жнеца тоже просили. А в обороне сыграю уже за Тора. Что такое жнец? Два дробовика. Возможность телепортирования на любую точку, ребята. А, соответственно, на Shift мы можем входить вот в такое вот бестелесное состояние. И пролетать в бессмертии абсолютно в любую точку. Жнец крутой. Жнец, пацан, крутой. Что смотришь? У нас есть реплика для него. Жнец абсолютно крутой пацан, но им надо уметь играть. И у нас уже есть один жнец. Поэтому я же не жнеца. Ну, давайте, ладно, покажу. Мы же всё-таки не на победы сейчас играем, ребята. Мы сейчас играем на то, чтобы немножко посмотреть ещё про игру. Но смысла вот сейчас как бы снимать её абсолютно нет. Потому что катки катками. Катки здесь не такие. Здесь не рейтинговые бои. То есть, да, здесь подбираются по уровню противники. Вот, да, видите? 10, 16, 14. Ой-ой-ой, против нас 26-ые какие-то. Тут уже есть 40-ые, кстати говоря, ребята. Поэтому. Вот, кстати, скинчик, по-моему, да? Да, скинчик. Идём вот сюда. Идём вот сюда. Смотрим сначала, где враг, ребята. Давайте прочекаем всё это дело. Прочекаем, где противник вообще закреплён. Ага, вижу, понял. Попробую перебраться, ребята, в другую точку. Смогу? Смогу. Прямо к турели, ребята. И чёрт, не получилось. Ай-яй-яй, да-да-да, получилось, ребята. Задача была перебраться вон туда, вон под турель. И забрать, соответственно, вражескую турель. Видите, мы сделали один выстрел, но всё-таки наши ребята забрали. Это было, кстати, очень круто. За счёт обилки жнеца, соответственно, ты можешь вот так вот телепортироваться. И кажется, что он двигается быстрее, когда он на зоне телепорта. Идём вот сюда. Идём вот сюда. И сейчас будем забирать ковбоя. Давай, сучонок. Так вот, сука. Забрали ковбоя, ребята, на изи. Хорошо. Теперь обходим сзади. Жнец, в принципе, это такой мини-ниндзя, ребята. А нам нужно пройти на поинт. И мы уже с вами на поинте, ребята. Тут же залетает зиньята под захилкой. А мы остаёмся здесь отрабатывать бомжей. Там турель стоит. Там турель. А продолжается захват, друзья. Это просто изи. Это просто изи. Они не заходят на поинт. Ой, ну бы, 26-ые. Пуджика, ребята, прокидываем. Прокинули пуджа. Выходим вот сюда на шифте. Долетаем до врага. Турель уничтожена. И пробуем забить. Давай, маленькая. Да, забираем ещё симметрочку. Идём дальше, ребята. Наша задача теперь продавить вот этот поинт. Жнец крут, да, ребята? Жнец очень крут. Смотрите, что я могу. Они даже не знают, что я уже здесь. Ах ты, сука! Они знают, что я здесь. Сука! Поставил удобно. Посмотрите, турель. Теперь моя задача забрать эту турель, по идее. Ой, турель. Это же бастион, сука, стоит. Он, наверное, был в шоке. Хорошо. Идём дальше. Через Е у меня готова ульта. Если что, я нашим помогу. Я, в принципе, могу, так как Жнец является очень мобильным персонажем, я могу делать вот так вот в любой момент. Так. Там у нас переписываются, ребята. У нас 7 минут для того, чтобы затащить эту катку. Поэтому сейчас будем... Ой-ой-ой, всё перекрыто, сука, а? Вот здесь есть аптечка, кстати говоря. На этой мапе. А вот у неё откат идёт. Давайте, ёптить. Давай, бомжи! Понеслась с ультой! Уи-ху! Умри, умри! Ой-ой-ой, он тоже ульту прожимает. И забирает, забирает, к сожалению, только меня. Так, я 5-5! Топ-1 по убийствам, топ-1 по смертельным ударам. Неплохо. Давайте дальше пробовать давить за жнеца, ребята. Не знаю. Получится у нас ещё нет. Но, я думаю, мы в итоге продавим. Я, скорее всего, сменю класс дальше, чтобы сделать победу для команды. Так, идём вот сюда. Мы пока не можем подойти этим пиком. Как вы видите, путь всё пытается там хук свой прокинуть. Себе в жопу засунь свой хук, ублюдок. Кто там воюет? Там бастион, ребята, да? Мы сейчас поможем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Прямо под меня же вышло, сука! Что это было? Короче, ребята. Всё, хватит с ними и в игры играть детские. Берём крысавчика и показываем им. Нифига себе, сука, ковбой расстрелялся. Берём, ребята, крысавчика. И понеслась. Бомба мне не нужна, в принципе, здесь. Давайте, ребята, я сейчас через крысавчика поиграю. Не получается. Опа! Наши продавили, что ли? Наши продавили, что ли, а? Давайте попрокидываем. Да, забрал, ребята, вы видели? Бомбу кинул через верх. Ещё забрал. Ловушку ставлю на поинт. Правой кнопкой мыши взрываю, пуджа. Прокидываю ещё. Меня морозят. Сука, да, ещё забрал. Воу-воу-воу. Ребята, сразу крысавчиком врываемся. Кто это видел? Красивый врыв. Но наших, к сожалению, на поинтах, на поинте не было. Поэтому снова давайте крысавчиком попробуем продавить. У нас ещё есть 5 минут. Можно вот так вот бежать, прокидывать. Вдруг там кто-то будет. Нет, внизу-ка. Нихера себе, ну бас. Ребята, вы это видели, да? Чувак просто взял сам и спрыгнул вниз. Это жесть. Здесь прокидываем на поинт. То есть мы, в принципе, можем таким образом прокинуть поинт, как вы понимаете. И проходим дальше. Ну, давай, 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 проходи. Хер ли ты меня кроешь-то там? Жёстко очень. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А кто там был? Кто там был, ребята? Сука! Слушайте, мне не нравится то, что я сейчас вижу. Мы не можем пробить поинт. Есть колесо. Сейчас колесо вам покажу ещё. Сука, не получается пока продавить. Вы посмотрите, как плохо идём. Они бегают вообще повсюду, насколько я вижу. Это очень странно. Они бегают. Да ты чё, сука, там делаешь вообще? Кто меня попал? Это дичь какая-то, ребята. Ой-ой-ой. Ладно. На тебе, сука. Чё ты здесь делаешь? Сейчас, ребят, сейчас всё сделаем. Сейчас всё сделаем. Давайте, там турель. Попробуем её прокинуть. Сзади, сзади, сзади. Ковбой, ковбой здесь. Ёпта, бля. Ну! Сука какая, а? Чё-то через крысавчика не получается. Придётся, ребята, брать какое-нибудь секретное оружие. Ёптеть. Через крысу-то у нас не играется, ребята, играть. Через солдата уже играли. Кого бы вам ещё показать? Фарочку. Через крысавчика не можем, чё-то мы. Мы можем, в принципе, давайте. Давайте Уинстона возьмём. Уинстона возьмём. Сейчас и зайдём с другой стороны. Под баблом попробуем пробаблить их. Я не знаю, получится у нас нет. Вон там наши. Ну там, сука, бомж. Так, пуджа забрали. Заходим вот сюда. Забираем турель вот эту. Которая здесь совсем охеревше стоит. Ай-яй-яй-яй-яй. Про нам прокидка идёт сильная. Но у меня хп вроде бы выдержала. Давайте заберём аптеку внизу. Ещё вот эту турель бы забрать, сука. Её, кстати, снизу можно забрать. Она, видите, как хорошо. У нас покидают игру. О, ребята, эта каточка, в принципе, не в нашу пользу, ребята, с вами. Видите, как жёстко. Тут турели наши стоят какие-то. Три минуты у нас ещё есть, но мы не можем продавить. Может, всё-таки додавим. Уже в 8-8, видите, выхожу. Не знаю, команда чё-то не работает. А я вообще её не чувствую и не вижу. Но такое бывает, к сожалению. Тут, в принципе, турель надо забрать. Вот так вот. Теперь идём вниз. И главное забрать хпшечку. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, бомжара. Ну, давай. Бабл же. Ах, там ковбой, сука, ещё. Откуда их столько здесь? Ребята, чё-то какая-то дикость вообще. А где наши? Если трое противников здесь, где наши? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас запрыгнем. Я думаю, возьмём сейчас катку. Ребята, вы видите, я вынес одну турель. Турель попытался... Ой, хорошо, всё, давай, до свидания. Мы победили. Всё, что стоило, это забрать турель. Сука, ну это было жёстко, это было потно, ребята. Вы видели, да? Вы видели, что творилось. Ну что ж, дорогие друзья, что могу сказать? Ждём релиза Overwatch'а. Ждём релиза Overwatch'а. За всех персонажей игру вы можете всегда посмотреть на канале. Есть плейлист Overwatch'а. Достаточно заглянуть в плейлисты канала Shomoro Show. Там вы можете увидеть многое. В общем, спасибо вам, друзья, за ваш просмотр, за ваши лайки. Ну а с вами был Shomoro, и мы увидимся на следующем видео. Пишите своё мнение про игру, ждёте, не ждёте, что вы думаете по этому поводу вообще. А мы увидимся в следующий раз. Всем пока, с вами был Shomoro.